Сегодня десятый завершающий выпуск подкастов «Праведность. Как и зачем?» И в нем мы подведем итоги того, о чем говорили прежде, и более детально увидим, как же сделать так, чтобы истины о праведности применять в каждом дне. Всем привет! Вы на канале Арим. С вами Андрей, вы Руслан и Ирина. Это подкаст «Библия. Читаем вместе». И сегодня, как мы уже сказали, у нас завершающий выпуск серии под названием «Праведность. Как и зачем?». Мне всякий раз нравится размышлять над темой праведности, над местами Писания, которые утверждают тему праведности. И я верю, что размышления над этими истинами благословили не только нас, но и вас. И сейчас, друзья, давайте мы подведем некий итог этой серии выпусков, для того, чтобы увидеть и напомнить нам с вами, что именно мы уже прошли. В этих девяти выпусках мы коснулись следующих вопросов. Кто мы? Праведники или грешники? Что стало причиной нашей греховности? Праведность. Она достигается или принимается? Как принять дар праведности? Зачем нам нужен дар праведности? Что из себя представляет модель Божьего прощения? Как нам научиться прощать других? И что мы можем ожидать от Бога благодаря дару праведности? Также мы рассмотрели ответ на вопрос, а как же нам использовать дар праведности в ежедневной жизни? И какова связь между праведностью, властью и общением? Да, оглядываясь назад, мы с уверенностью можем сказать с вами, что постарались найти ответ на все эти вопросы в Священном Писании, и мы верим, что вы можете сами с уверенностью давать ответы на каждый из этих вопросов. Ну а если, друзья, по какой-то причине и на какой-то вопрос вы не уверены в своих ответах, то это отличная возможность снова переслушать эти выпуски, и вы можете делать это удобно в Ютубе, где есть плейлист, в котором собраны все эти 10 выпусков, и вы можете прослушивать либо весь плейлист, либо какой-то выпуск в отдельности для того, чтобы еще раз освежить ваши маячки, ваши откровения по этой теме. А если вы хотите еще более качественно подойти к изучению этих вопросов, то удобнее вам будет сделать это на сайте Служения Миссии, зайти в раздел этих подкастов, и там вы сможете найти и все места писания, и главные тезисы, и несколько переводов по каждому из мест писания, которые мы использовали в каждом выпуске, и прослушать аудио, и видео, и также проверить себя по всем ключевым вопросам каждого выпуска. Но также помимо того, что вы теперь узнали о том, почему вы праведны, благодаря чему вы праведны, как Бог простил вас, и как вам правильно прощать других людей, несмотря на то, что у вас есть информация, в вашей голове теперь есть информация, тем не менее, эта информация, она нуждается в закреплении. И в завершении этих выпусков мы крайне рекомендуем вам сделать все возможное, чтобы те советы, которые мы давали вам, и модели, которые вы видели в этих выпусках, вы могли внести в свою повседневную практику. И вы знаете, что как раз эти истины, они максимально применимы в каждом дне. Вы спросите, как? Да вот как. Знаете, что чаще всего происходит в нашей жизни? Чаще всего мы с вами можем делать неправильные поступки, в чем-то ошибаться, и чаще всего вокруг нас люди делают ошибки. И если вы посмотрите на самих себя и зададитесь вопросом, а мне нужно ли каждый день ходить в принятии Божьего прощения и принимать Божье прощение для самого себя? Ответ – да. Почему? Да потому, что каждый день вы в чем-то ошибаетесь. Точно так же вокруг нас каждый день люди согрешают. В ваш адрес люди делают ошибки и в чем-то делают беззаконие в отношении вас лично. И задать вопрос, а вы нуждаетесь в том, чтобы каждый день давать прощение в адрес других людей? Конечно, да. И мы с вами увидели важность не просто прощения по плоти или когда наши эмоции успокоились. Мы с вами увидели, что есть истинный путь прощения. Это именно когда мы прощаем, как Бог во Христе простил нас. Это единственно верный путь, каким образом мы призваны прощать других. И опять-таки без правильного хождения в праведности, которая дарована Христом, то есть это в принципе нереально. И получается, вы видите, что каждый день вы можете применять Евангелие оправдания, Евангелие заместительной жертвы как в отношении себя, так и в отношении других. И как только что-то произошло, вы где-то согрешили, против вас кто-то согрешил, что вам делать? Тут же обращайтесь к этим истинам, отделите себя на несколько минут и поднимите эти истины в своей молитве. Если вам нужно исповедовать свой грех, исповедайте свой грех. Снова взглядом веры увидьте его взятым Христом на Голговском кресте и также верой принимайте дар праведности. Не позволяйте себе оставаться в осуждении и позволять дьяволу удерживать вас в этом болоте горечи и самокритики. Если кто-то согрешил против вас, также не оставайтесь в позиции обиженного, недовольного, возмущенного, ходящего и постоянно вспоминающего это в своей голове. Останавливайте это тут же, возвращаясь к Евангелию. Возьмите грех этого человека и также взглядом веры перенесите его и увидьте его взятым Христом. Христос взял грех этого человека на себя и даровал ему оправдание. И вам также нужно согласиться с этим и таким образом в согласии с Богом даровать этому человеку прощение, а самому идти за компенсацией, но уже не искать ее от человека, который вас обидел или огорчил, а идти за этой компенсацией к Господу во имя Иисуса. И за его счет просить этой компенсации. Если вы пропустили эту тему, вернитесь на один из выпусков. Модель прощения, замещения, судебная модель, ходатая преступника, потерпевшей стороны, которую мы рисовали, это крайне важная модель, которая будет помогать вам как принимать оправдание, так же и принимать компенсацию, если вы стали стороной потерпевшей. Каким же образом эти истины мы можем утверждать в своем мышлении, в своей жизни каждый день? Что нам в этом поможет? Один из самых шикарных инструментов это инструмент благодарения. Что это значит? Это значит, что каждый день мы с вами приучаем себя к тому, чтобы благодарить Бога. Благодарить Бога за Иисуса, за то, что Иисус сделал лично для нас. Благодарить буквально за дар праведности, за оправдание, которое уже подарено каждому из нас, которое подарено мне, которое подарено моему мужу. Господь, спасибо Тебе за праведность и оправдание моих детей или моих родителей. И вы можете дарить это оправдание и утверждать оправдание через жертву Христа не только в своей жизни, но и в жизни других людей. Именно для этого мы с вами в каждом выпуске также учились провозглашать слова веры как в свою жизнь, точно так же и в жизнь кого-либо из наших родных и близких. И вы можете опять-таки возвращаться к этому материалу, чтобы буквально возвращаться к этому провозглашению веры. И каждый раз, когда вы к нему возвращаетесь, вы можете это делать в форме благодарения. Именно благодарение помогает нам с вами утверждать эту истину в нашем сердце. И это также помогает нам с вами в нашем сердце иметь правильную позицию почтения Бога за то, что Он уже это сделал. Итак, важно ли нам каждый день наполнять свою молитву благодарением? Конечно, важно. Можете ли вы использовать эти истины в вашей праведности, в вашей повседневной молитве, и в ваших повседневных благодарениях? Конечно, да. Следующее, где и как вы можете использовать эти истины в своей жизни, это помогая себе занимать позицию веры, чтобы ожидать от Бога проявления Его благости на вашей жизни. Я думаю, каждый из вас помнит, что вера есть осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом. И для нас крайне важно, в каком состоянии находятся наши ожидания. Когда вы просыпаетесь, когда вы входите в новый день в вашей жизни, чего вы ожидаете? Вы ожидаете борьбы? Вы ожидаете сражений? Вы ожидаете, что это будет тяжелый понедельник? Или что вам нужно будет справиться снова с каким-то давлением, стрессами и тяготами жизни? Или же ваши ожидания направлены в адрес Бога, и вы, как праведник, ожидаете юридически законных проявлений на вашей жизни? Чего? Благости, доброты Божьей, как мы с вами читали в посланнике Ефесянам, где Павел пишет, Бог определил в последующих веках являть на нас преизобильное богатство своей благости к нам во Христе. И говоря о принятии, друзья, помните, мы с вами говорили о таком понятии, как позиция веры для принятия. Это важно, чтобы мы пересматривали свое отношение, пересматривали свои ожидания. Друзья, напомним вам, что никто в нашей жизни этого не может делать вместо нас. Даже Бог, Он не будет этого делать, Он может напомнить нам об этом или вам через нас, как Он делает это сейчас. Но ответственность, она на нас. Насколько я ожидаю сегодня принимать? И вот то, что ты сказал по поводу утром, когда мы просыпаемся, что мы ожидаем от сегодняшнего дня? А я подумала, как здорово выравнивать свои ожидания не только утром, но и вечером. Вы знаете, друзья, что когда мы с вами ложимся спать, это отличная возможность сохранять себя в позиции принятия. Например, что я принимаю хороший крепкий сон сегодня ночью. Я принимаю, что сегодня ночью мое тело будет обновляться, освежаться, оно будет исцеляться. Ведь Бог может это делать, когда мы с вами спим. И что это? Это тоже вера для принятия. Принятие того, что когда мы даже с вами спим, ангелы Божьи, они продолжают работать. И они продолжают приносить в нашу с вами жизнь обетование, преимущество праведности. Важно ли нам напоминать самим себе об этом? Высвобождать свою веру в это? Конечно, важно. И кроме вас самих этого делать никто не будет. Также, когда мы с вами говорили о том, насколько нам важно видеть, как праведность, как дар праведности оказал свое влияние на ваше прошлое, на ваше настоящее, на ваше будущее, то знайте, об этом также важно напоминать самим себе каждый день. Потому что, если мы не будем напоминать себе о том, что из себя представляет наше прошлое в истине, то знайте, что будет происходить? Враг будет приходить и напоминать вам, проповедовать и говорить вам о том, что на самом деле произошло в твоем прошлом. Помни, что там произошло, а значит, вот кто ты сегодня и вот чего тебе нужно ожидать от твоего завтра. Поэтому, чтобы не давать место клеветнику, не давать место врагу, нам важно утверждать истины. И, кстати, еще, друзья, смотрите, хорошая мысль, важность ожидания, что мне легко будет прощать других, мне легко принимать прощение от Бога во Христе, в отношении меня лично, потому что для некоторых людей именно этот вопрос является мегаактуальным, потому что они внутри могут ходить в чувстве вины и осуждения, несмотря на то, что они уже много лет с Богом. Поэтому вопрос принятия праведности для себя лично, прощения от Бога для себя лично, что это легко, это важно, это тоже есть некий фактор ожидания. И когда начинается новый день, ведь каждый из нас мы все равно имеем какой-либо настрой на этот день, у нас все равно есть ожидания. Вот не бывает человека без ожидания от грядущего дня, так почему бы нам с вами не выбрать эти ожидания со знаком «плюс». Почему бы нам не выбрать эти ожидания исходя из Слова Божьего? Я принимаю праведность в отношении себя, а значит, мне легко, мне хорошо, внутри меня мир, Бог меня любит, Он меня простил, Он никогда не вспоминает никаких ошибок, Он меня не упрекает, Он не осуждает. Разве это не отличный настрой на грядущий день? И точно так же вы можете это говорить и в адрес всех тех людей, которых вы будете встречать, как мы говорили уже, что так или иначе, в каждом дне кто-то где-то как-то может нас огорчать. Но уже от начала вы можете иметь этот настрой, несмотря на то, что кто-то может со мной неправильно поступать, мне легко дарить прощение, мне легко относиться к людям и прощать людей, как Бог во Христе простил их, ведь это тоже настрой веры, это тоже отношение веры. Таким образом, что вы делаете? По сути, вы каждый день облекаетесь, одеваетесь, это как гардероб, для того, чтобы вам выйти в мир, выйти в жизнь, выйти на улицу, поехать на работу, вам нужно вначале себя приготовить, вы одеваете себя соответственно тому, куда вы отправляетесь. Но так же неоднократно в Новом Завете звучат призывы и нам одеваться во Христа, облекитесь во всеоружие, оденьтесь в праведность это одежды. Но они не напрыгивают на нас, когда мы просыпаемся сами по себе автоматически. Нам важно напоминать это самим себе, облекать себя в эти истины. Аминь. И, кстати, то, о чем ты говоришь, Павел это написал в послании к Ефесянам, 6 глава, 14 стих. Итак, станьте припоясав чресла ваше истинною и облегшись в броню праведности. Это то, по сути, друзья, о чем мы с вами говорим. Важность облекаться в праведность Божию и делать это каждый день. И так же в Римлянам 10 главе Павел говорит о том, о чем мы с тобой здесь говорим, по сути, о важности провозглашения исповедания праведности в нашу жизнь. 10 глава, 9-10 стихи. Ибо если устами твоими будешь исповедовать Иисуса Господом и сердцем веровать, что Бог воскресил его из мертвых, то спасешься. Потому что сердцем веруют к праведности, а устами исповедуют ко спасению. Поэтому то, во что мы с вами верим в нашем сердце играет ключевую роль. Однако не менее важно еще это высвобождать нашими устами и благодарить Бога за дар праведности. И классно это делать регулярно. И в последних выпусках мы также обратили внимание на связь между даром праведности и важностью нашего хождения к Богу в общении с Ним. Прежде всего нам была дарована праведность для беспрепятственного общения с Богом, чтобы больше ничто не могло останавливать, закрывать путь для нас в Божье присутствие. И вот здесь как раз наиболее всего нам и важно перестать жить по старой независимой от Бога модели, где мы принимаем решения сами по себе, руководствуясь нашим опытом, привычной нам мудростью земной душевной бесовской, а вместо этого мы целенаправленно ходим в общение с Богом через оправдание во Христе Иисусе. Для чего? Чтобы от Него получать мудрость в принятии того или иного решения. Поэтому вот этот важнейший вопрос дар праведности для хождения в общении с Богом он как раз более всего и нуждается в постоянном практическом применении. Чтобы это не оставалось просто как правильный тезис, правильные истины. Я об этом знаю, но а что из себя представляет мое личное общение? Как у меня получается слышать Бога, понимать Бога, принимать от Него советы, что и как мне делать в повседневных бытовых вопросах? Вот что будет преображать качественно изменять наши жизни. И кстати, если вы хотите развивать этот навык, как понимать Бога, говорящего лично ко мне, то мы также со своей стороны разработали разные программы обучения, различные курсы, которые могут помочь вам развивать эти навыки. Мы разбили их на части. Как понимать Бога, говорящего через Библию? У нас есть отдельный курс Я и моя Библия. Как понимать Бога, говорящего через обстоятельства, через проповедующего, через общение в собрании святых через молитву, через сны и видения, через дары Святого Духа. Бог с разных сторон ищет того, чтобы доносить к нам свои мудрости. Но весь вопрос, насколько мы с вами развиваем в себе эти способности или эти навыки понимания Бога, говорящего к нам лично. Поэтому друзья, добро пожаловать всем тем, кто из вас желает углубляться, расти во взаимоотношениях с Богом и наслаждаться результатами улучшения взаимоотношений с Богом и как в принципе качества всей жизни. И благодаря друзьям и партнерам нашей миссии все эти курсы, они доступны для вас совершенно бесплатно. И также те из вас, кто захочет присоединиться к нам в исполнении великого поручения Иисуса Христа на этой земле добро пожаловать в партнеры служения, чтобы мы вместе с вами могли помогать другим людям познавать его любовь и оправдание, которое он уже подарил нам во Христе Иисусе. И в завершении этой серии выпусков мы также хотим напомнить вам слова апостола Павла в послании к Галатам в 6 главе 6 стихе, где он делает призыв и говорит «Наставляемый словом делись всяким добром с наставляющим не обманывайтесь Бог поругаем не бывает что посеет человек то и пожнет сеющий в плоть свою от плоти пожнет тление сеющий в дух от духа пожнет жизнь вечную делая добро да не унываем ибо в свое время пожнем если не ослабеем апостол Павел призывает отвечать даянием на служение тех кто их наставлял и Павел говорит «Наставляемый словом делись всяким добром» и это будет являться вашим сеянием и также мы со своей стороны напоминаем вам эти истины и напоминаем вам о том что у вас есть такая возможность исполнить это слово это будет друзья пользой прежде всего для вас самих мы знаем о чем мы говорим потому что мы сами практикуем эти принципы сеяния и жатвы аминь и как всегда в завершении нашего выпуска давайте сделаем провозглашение веры и построим свою молитву на основании ефесянам шестой голове возьмем с 13 по 15 стихи Господь я благодарю тебя за то всеоружие которое ты даровал мне я благодарю тебя за то что я в этом всеоружии всегда могу противостоять в день злой и преодолевать все я благодарю тебя за броню праведности за обувь благовествования защит веры за шлем спасения за меч духовный благодарю тебя за то что я могу обликаться во все эти одежды аминь и на основании 13 и 14 стиха давайте сделаем свое провозглашение веры я принимаю все оружия божьи я обликаюсь в них я говорю я могу противостоять во всякий злой день и стоять все преодолевая я всегда припоясываю чрезла свои истины и обликаюсь в броню праведности во имя Иисуса аминь аминь и друзья у нас для вас отличная новость для того чтобы вам легче было погружаться в тематику праведности и в обетование праведности мы подготовили для вас следующую серию выпусков которая будет называться обетование праведника где мы будем рассматривать все то что бог обещает нам с вами как праведникам каковы наши преимущества каких сфер это касается и так далее поэтому добро пожаловать аминь а на сегодня нам пора заканчивать рады были быть сегодня с вами и помните во Христе вы уже возлюблены и оправданы всем благословений